Уважаемые родители, а может быть вся проблема в том, что вы не дали рассказать вам, что хотим сделать. Вы даже не дали возможность предоставить информацию, как мы видим создание образовательного комплекса. Давайте мы выслушаем другую сторону, для того, чтобы, возможно, вы найдете ответы на ваши вопросы. Не утихли еще громкие протесты родителей учащихся третьей школы по объединению двух учебных заведений в единый комплекс, как в школе номер 32 решили провести свое совещание на тему слияния двух образовательных учреждений. В родительские чаты оперативно были разосланы оповещения следующего содержания. Важная информация по завтрашнему дню. Завтра в 6 часов вечера состоится общешкольное родительское собрание с представителями комитета образования. Планируется слияние двух школ, третьей и тридцать второй в единый центр образовательный. Так вот завтра на повестке дня будет стоять именно этот вопрос. Родители школьников тут же оповестили об этом журналистов. По их мнению, было бы правильно показать и сторону тридцать второй школы. Только вот дальше порога представители СМИ зайти не смогли. Новый директор объяснил это тем, что собрание закрытое и участвует в нем только администрация школы и родители. Представители комитета образования на этот раз решили не участвовать в обсуждении дальнейшей судьбы школьного учреждения. Родители учащихся детей школу номер 32 говорят об обратном. По их словам, их пригласили на это собрание, чтобы обсудить объединение тридцать второй школы и третьей школы. Но директор журналистам заявила, что ничего подобного на сегодняшнем собрании обсуждаться не будет. На собрании и правда не было никого из министерства и комитета образования. Это подтвердили сами родители. Главной темой для обсуждения стал вопрос объединения тридцать второй школы с детским садом номер 15. Несмотря на то, что родители учащихся третьей школы смогли отстоять целостность и автономность учебного заведения, планы по реорганизации остались в силе. Нам пообещали сделать ремонт хотя бы в том же туалете, который в очень плачевном состоянии туалет. Охрану нам поменяют с первого января. Это какие-то обещания. Ну, как бы наши родители, мы все пребываем в шоке, что будет с нашей школой. Мое мнение лично, пусть они останавливают то, что есть. С влияние нам вообще не нужно. Вот это даже тоже школа с стройкой. Я вот разговаривала с нашим учителем, говорит, как бы нам как бы хочется оставить все как есть. Но даже если и будет влияние с 15 градом финансирования, все равно должно, как бы, она больше уйдет на нашу школу. Потому что у нас очень острые проблемы. Комитета никого не было. Хотелось бы просто задать вопрос. На этот раз председатель комитета образования Оксана Кирик решила не вступать в прямой диалог с родителями, наученная горьким опытом предыдущей встречи. Чиновница предпочла общаться в письменной форме. В ответе на редакционный запрос она заявила, что комитет образования Читы предлагает сохранить существующий порядок работы школы номер 3 без изменений. Это редкий случай, когда люди организованно и сплоченно доказали, что они не бессловесное стадо, а пример развитого гражданского общества. Им удалось сохранить целостность и неприкосновенность учебного заведения, избежав сомнительной реорганизации. Ну а мы будем продолжать следить за судьбой уже 32-й школы. Виктор Соловьев, Баир Самбуев, ЗАПТВ